22 300 рублей на мальчика и 26 800 рублей на девочку. Примерно столько в этом году потратят родители на базовый набор первоклассника – одежду, обувь и школьные принадлежности. Такими данными поделилась Федеральная служба государственной статистики. По сравнению с прошлым годом, собрать в школу первоклассника стало дороже в среднем на 14%. Цены возросли также и на школьную бумажную продукцию – тетради, учебники, дневники. За последний год они подорожали на 20-30%. Очень повысилась цена на бумагу, конечно, на тетради, на клей. Мы пока только пришли, но уже видим, что цены, конечно, да, ну, раза в полтора, наверное. Ну, если брать в целом, то это будет общее такое ощутимое повышение. Конкретно я не могу сказать, ну что. Ну, в первую очередь, конечно, бумага для принтера, она в ходу, ее надо много. Мне кажется, что ручки волосились, пластики, ну, тетради. Для младших классов необходимо большое количество канцелярия, тетради в клетку и косую линейку, простые и цветные карандаши, ручки, папки, а также набор принадлежностей для уроков ИЗО и технологии. Обратите внимание на правильный подбор пишущих принадлежностей первоклашки. Ручка должна быть удобной для ребенка. Ручки берут, которые либо трехгранные, либо которые детям удобнее, некоторые дети, например, неудобно держать, там уже в зависимости от ребенка. А есть даже специальные ручки, которые для левшей идут, для правшей. Все это есть, все это продается, и линейки для левшей есть, и ножницы как бы под каждого ребенка. Но как бы все равно просят вроде бы трехгранные с насадками. Для младших школьников будет более удобным пенал со специальными отделениями для ручек, карандашей и линеек и несколькими секциями. А рюкзак первоклассника должен отвечать нескольким важным требованиям. Плотно прилегать к спине ребенка с твердым каркасом, легкие негромостки и сам по себе. В идеале лучше приобрести ортопедический рюкзак, который поддержит правильное положение спины у ребенка. От четырех тысяч, но они полностью ортопедические, предназначенные от первого класса есть у нас. У них спинки полностью ортопедические, под любую спину они регулируются, и под вес идут они меньше килограмма, как бы для детей младших идеальные. Сейчас средний чек на канцелярию в магазине Сарова выходит для родителей в среднем в 2-2,5 тысячи. Основная причина роста ценника на бумажную продукцию – удорожание себестоимости сырья, бумаги и полиграфических красок. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.